Продолжается матч против Максима Снегрова. Собственно, видимо, заканчивается, потому что сейчас 8-я партия. Счет 5-2 в мою пользу. Ну, согласитесь, если Максим сейчас эту партию выиграет, то счет будет вполне достойный, на мой взгляд. Е4, ну и сыграю, пожалуй, с Кандинавку в этот раз. Сходом Ферзь Д6. Последнее время мне разнорвался за черных этот дебют. Я считаю, что даже в варианте Коваленко есть серьезные шансы на перевес у белых, связанные с ходом Ферзь Е2, но не идет по принципиальному пути. Максим, хотя ход-то, наверное, Кань Е2 неплохой, задеясь Слон Ф4. Крайней мере, я уже ничего не помню. Можно вот здесь играть Е5 или нет? Наверное, можно. Крайней мере, ну вот вступать Ферзь ЛД8 обидно. Кань Е5, да, тут, конечно, есть определенные проблемы. То есть Ферзь Д6, Слон Д6, Кань Б5, но, может быть, можно там отдать этих двух слонов, получить какое-то подобие комфортного развития. То есть Король Е7 и там какой-то ход. И сделать вид, что так все и было задумано. Да, к сожалению, та часть, которую надо сделать в какой-то ход, она как раз вызывает некоторые трудности. Потому что хода, очень хорошего хода здесь не видно. Ну, можно пойти Слон Ф5 и подставлять под Кань Д4, но там Слон хотя бы занимает неплохую стоянку на Ж6. Крайней мере 7 потом. Ну, давайте попробуем. Опять же, эта позиция, она не безнадежная, но она не очень приятная для черных. Взяли, Кань Д4, скорее всего, подследует, Слон уйдет. Но нет, Кань Д1 тоже угодно. Крайней мере 7, ну, Кань Д7 напрашивается вопрос в том, не будет ли мне там больно после каких-то конкретных нападений. Ну, видимо, надо так и играть. Слон уходит. Мне надо пропустить ладью, видимо, на Д8, и потом убрать короля, может быть, на Д8. Кань Д5. Слегка странно выглядит ход. Ну, какая-то тактическая идея, но... Не знаю. Кань Д8, Кань Д6, Слон Д6, Слон Д5. Взяли, взяли. Шарки, Кань Д4, Слон Д3. Да, не видно. Слое Слого С8 включить можно, но там просто будет С1. Кань Д4, Кань Д6, Кань Д2. Слон Д5. В общем затрудняю себя понять здесь какой ход хороший какой нет, поэтому сделаю ход от балды. Обычно это плохой знак блица, когда приходите делать подряд балды. Он Д6 сыгран, ну видимо надо только не в два уже, все мосты сожрены. Ну тут вопрос какую ладью брать, то есть я могу взять на H1, но мощнейшая будет компенсация у белых по качеству, то есть видимо надо брать с 10, с той идеей, что ладья Д8 есть. Это же белые могут проиграть на компенсацию, но все-таки я съел более сильную ладью, то есть видимо надо брать на D1. Да, сыгранная ладья Д8. Опять же я не уверен, что это правильная ладья пошла на Д8, но такие тонкости в блице выдаваться пожалуй смысла нет. Ну черное нормально, черное уравняли в принципе. это хорошее достижение, слон С4. Смогу включить ладья Д8, но не буду выпендриваться. Я вам поставил ладья Е1, там ладья С8, слон Б3. Ну вероятно будет черными очень непросто, но я все-таки попытаюсь. Идея в том, что как-то нападать на эти пешки, они пойдут вперед и после этого черные пойдут H5, как-то начнут их подрывать, или F5, может быть F5. F5 конечно поле Е6 отдает, но может быть ничего страшного. Давайте попробуем F5, не знаю, странно хоть выглядит, но с другой стороны, не знаю, в общем, может быть перемодел, может быть просто H5 было сильнее на самом деле. Да, этот ход я на самом деле видел, но может быть недооценил тоже, да, похоже на то, похоже на F6 есть, ЖФ, слон F5, слон Е6, король Д6, ладья Ф5, ладья Ж1, ну там равенство. В смысле, наверное, так и надо играть, я могу король Д6 пойти, там тоже не больше, чем равенство. Давайте так сыграем. Тут, скорее всего, надо слон Е6 моему сопернику, прошу прощения, на полном серии зарассматривал вариант слон Е6, с каким-то мифическим выигрышем ладья защищена, но тут Максим тоже зевнул, слон С2 за меня выигрывает, слон С4 видимо тоже выигрывает. На ладья Е2 просто ладья Е5, падал слон С4, но позицию не защитить. Да, ну, странная концовка, так или иначе, матч окончен, с счетом 6-2. Спасибо Максиму за борьбу, некоторые партии были интересными. Всем спасибо за внимание, для вас играли Максим Снегуров и Никита Петров, но комментировал только последний.